хочу сделать свой прогноз на футбол переходные матчи это них играют уфа с томском и нижний новгород с крылья советом ну так если вкратце по обоим матчам то я безусловно считаю и крылья и уфу фаворитом этих матчей они обе и обе эти команды останутся в премьер-лиге вообще никаких сомнений это так вкратце да теперь по матчу уфа томск вообще эта история как бы что такое российский футбол я вам расскажу эту историю напомним может кто не знает дело о том что томск он принципе шел на первом месте финал после первого круга у них там принципе от рыбы лучше потом что происходит появляется губернатор уже томск или мэр томи и он говорит что области и города нет денег чтобы томск играл в пример ли у нас ну это еще рано все после этого толстана еще проигрывать то есть просто игрокам команде сказать что вам вы не должны выходить пример лигу все нас нет на это денег в это конечно пиздец это такое возможно знаете только в россии то есть команды не хотят выходить из войны в пфл просто нет денег и там ну то есть томскала сливать 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 но до конца не понимаете не слили то есть у них был такой запас очков что они вошли в четверку заняли по моему четвертое место до или третье не помнишь неважно какое место новых очков для того чтобы там на сайт 5 на 6 место не хватило чертанова не догнал это дублирующих состав там лет московской области до не догнала просто и другие команды тоже не захотели выходить в премьер-лигу нахуй там надо и выживых вышло что томскую приходится играть терстыковые матчи с сухой вот какая история да естественно вероятность там 105 процента может сказать что томск любом случае не будет играть в премьер-лиге это точно 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 теперь что может сказать по уфе слушай там сейчас нормальная команда не принципе раньше были но не был вот этот сбой связан с участием лиги европы до этого подкосила весь сезон и поэтому сейчас стыках играет но последний матч с локомотивом да она показала что у них нормальная игра они с хорошо с локомотивом держались и могли там из пить голубы были похоронили бы нас всех сумасе на локомотив стали и состав у них хорош у них на воротах берину что кучень крепки он и впереди гбун играет кроме этого по-моему до бигфау и будет играть они не будет ну факт то что у них очень хороший состав действительно очень очень хороший состав поэтому я тут и вижу безусловно фаворитом это уфу скорее всего скорее всего я не говорю что это сто процентов томск будет сливать ну как сливать они будут играть в пол ноги особенно первый матч первый матч состоится в уфе то есть и по факту вот эти все эти подноготная российская до уфа должна этот матч выиграть 3-0 вот 3-0 2-0 вот так где-то да чтобы ехать абсолютно спокойно в томске и там там 0-0 1-0 или 0-1 вот так сыграть да и остаться премьер-лига томска и останется все все будут довольны томск будет доволен губернатор их дому будет довольна уфа будет довольна принципе все поэтому исходя из этого у меня будут две ставки это первая ставка это фора минус один но фу с коэффициентом 1 и 9 то есть я уфа вы скорее всего на другой 30 20 30 так и вторая ставка у меня будет на то что он уфа забьет больше двух коэффициентом 2 и 9 то есть возможность там будет 3 возможно 4 все-таки вот так все-таки что так все-таки разница даже по игровой дисциплине тоже там у томска не хочет выходить а тоже даже по игре по самой игре между уфа и томском там существует разница существует разница вообще между примере и команд премьер-лиги фнл существует разница иногда огромная даже и особенно когда команда не хочет играть ну скорее всего блять трешка не накидают и у нас состав когда 2 тотал больше двух сыграет вот такие у меня ставки то есть фора 1 с 0 с минус 1 на уфу и тотал больше двух тоже на уфу с коэффициентом 2 и 9 ставьте ребята сейчас матч будет по моему 30 числа сегодня шума 30 21 него же то есть через пару дней до став сейчас потому же коэффициент будет проседать это правда всем пока и ждем матч